наш драгоценный анатолий чубайс попал в больницу лежит он себе там где-то генетическую болезнь свою лечит и знаете эта новость она обошла уже сегодня все все наверное какие только можно сми я посмотрел комментарии людей которые узнали об этой новости и честно говоря внутри даже что такое ёкнуло типа сожаления к чубайсу потому что не было ни одного человека который бы ему пожелал скорейшего выздоровления с открытым добрым сердцем у всех крайне отрицательные к нему положение я конечно не беру тех самых товарищей которые к нам отношения никакого не имеют и не являются нашими товарищами которые в половине своей сбежали на ближний восток или в другие страны как и он как и сам чубайс а те кто остался те кто пострадал от различных нанотехнологий и других технологий типа сколково те конечно плюются в его сторону и думаю что такое и грегор собрался который не в пользу здоровья чубайса работает как не прикрывали его власти различных территорий и различных стран получается так что все-таки он нарвался на этот и грегор а и грегор как вы знаете эта величина почти похожая на бога бог это когда очень очень много людей воедино собираются и верит во что-то а и грегор это когда тоже много но не так вот например мвд это и грегор допустим сельскохозяйственные работники и грегор то есть их много но это не сопоставимо с религией и вот чубайс как раз нарвался на такой и грегор давайте подумаем что от него осталось он маячил на нашем экономическом и политическом хотя путин говорил что он политикой не занимается но в то же время отмечал что чубайс лезет на политическую сцену хотя обещал этого не делать хотя он немного рассказал что в политику не лезет я вижу что лезет но так вот он маячил на экономическом политическом поприще достаточно долго несколько десятилетий еще со времен самого разрушителя советского союза и россии ельцина тоже из товарищей которые нам совершенно не товарищи я как-то летал в польшу на одну из экономических конференций туда мы летели в самолете с делягином вместе рядышком а оттуда мы летели как раз с братом анатолия чубайса и я уже не помню как его зовут этого брата но когда мы вышли в аэропорту москвы я у него спросил за вами на заедут все-таки такая величина он сказал что ему анатолий ни копейкой не помогает поэтому пришлось мне на хвост брать этого брата и везти его в москву до центра это было не тяжело но вот та маленькая такая жилка недоверие во мне тогда уже это было очень давно тогда уже закралась и вот представляете за все эти десятилетия анатолий чубайс не оставил о себе ни одной ни одной положительной мысли ни одного положительного воспоминания вы чувствуете что мои слова уже звучат как некролог и вы по ходу вот этого такого пред некролога попробуйте вспомнить что же все таки положительного сделал он не для лично вас не для самого себя не для своего ближайшего окружения хотя вот я вам привел пример что даже брату родному со слов брата он не особо-то помогал может врет конечно а вот что анатолий чубайс сделал для общества ведь он все-таки ворочал миллиардами даже триллионами рублей и какой результат от его деятельности никакого и вы знаете на его примере на его примере когда такие триллионы рублей в его вращение находились и он все равно слег по генетической линии я наконец-то понял почему товарищи которые нам совершенно не товарищи настолько повернуты на деньгах я кстати провел опрос среди своих знакомых и все согласились со мной думаю согласитесь и вы обычный человек из обычной нормальной мононации в числе и русские деды и бабки когда уже все вот старость пришла сидят себе семечки лущат или там просто болтают между собой и в принципе им ничего не надо потому что все есть дети внуки правнуки есть и в общем то есть все необходимое а осталось только дожечь свое здоровье а у ближневосточных товарищей немножко другая система они когда становятся точнее перешагивают планку где-то 35-40 лет у них начинается вал генетических проблем это давно известно это не мое как говорится открытие и этих проблем в тысячи раз больше чем у других по крайней мере так говорит статистика по некоторым болезням по некоторым естественно не по всем же так вот получается ситуация такая что они прекрасно это понимают и начинают копить огромные финансы чтобы в старости оббегать все больницы чтобы эти больницы смогли им вколоть дорогущие лекарства и продлить немножко их жизнь так случилось и с чубайсом он попал на эти же генетические грабли и понятно куда теперь пойдут его эти накопления пресса писала что там полторы тысячи евро или долларов в день он тратит я думаю что там все гораздо дороже потому что стоит вопрос не об оказании медицинской помощи а о сохранении высокому лицу жизни а это разные вещи я не говорю о кадрах еще которые в кремле у нас тоже факт был мы под прошлым году сняли ролик депутата нашего госдумы пемешкова петр иванович бывший красноярский мэр и мы за озвучили там по поводу того что будучи главой администрации чубайс и когда езж бородин согласованы с ельциным назначение путина взятие на работу его он порвал проект не стала визировать и бросил вору и это было скрыто когда вышла дельцин из больницы павел палец заготовил новый проект на бланке и принес и говорит пресс николаевич мы с вами договорились что берем путина на работу да конечно и подписал павел палец вежливо не стал высвечивать тибайса об этом что тибайс порвал не хотел путина допускать до власти красноярский завод холодильника тоже тяжелейшие ситуации это завод который свое время выпускал и он сегодня выпускает холодильники бирюса который по своим качествам не уступали лучшим мировым образцам достаточно сказать что этот бирюса приобретали в 46 странах мира в том числе великобритании германии франции но к великому сожалению стоимость киловатта часа электроэнергии настолько выросла что уже сегодня производить холодильники и вести их с красноярска до москвы стало невыгодно электричество настолько стоимость возросла что ну ни в какую конкуренцию особенно с холодильниками которые производят китае уже не получается конкурировать так что мы должны конечно же добиться того чтобы стоимость гикокалория электроэнергии сократить и вот так чему призывал свое время господин чубайс что вот мы энергетику страны на части разделим все начнут друг с другом конкурировать и за счет этого упадет стоимость она возросла в 20 30 40 50 раз так что была создана система мощная работала все но взяли и сломали так что мы должны все это дело восстанавливать и тогда стоимость электроэнергии она повлияет и на стоимость гикокалория тогда стоимость за тепло снизится что вы думаете тут же с кремля это пимешков нам сказал когда мы опубликовали это тут же с администрации позвонили пимешкову и пригрозили что зачем об этом озвучил и все такое что не надо доводить до сведения чтобы владимир владимир знал об этом что его чубайс враг понимаете и тем не менее скоропостижно ушел тут же пимешков но беда в другом я только недавно узнал окажется все такие люди донесли до владимир владимир путина хотя прошло уже полгода больше и путин после этого когда узнал что чубайс такое вытворил он его прогнал сейчас и он убежал не то что там говорят полковать там на она там большой перерасход вот путин узнал что вот такое действие произошел понимаете а зачем говорит о том что кремле и в администрации в целом я имею ввиду и в целом правительстве много-много сподвижников субайс который насадил кругом своих этих либералов или кого там я не знаю уродов этих как улюкаев и все прочее вот эти страдания наши российские наши вот это невнимательность наше безразличие своей собственной судьбе приводит к тому что мы и 17 году и в гражданскую войну и в отечественную войну и кругом на россию несем вот такие бедствия поэтому я думаю что и грегор его поглотит нагрянет я не хочу ему честно говоря желать никакого здоровья пусть он выкарабкивается сам ну а вы свои соображения по этому поводу пишите в комментариях